здравствуйте дорогие друзья с вами опять я владимир лосков и мой канал дом хозяйства отдых и заработок сегодня поговорим про интересный метод борьбы с колорадским жуком в интернете в литературе описано достаточно много я вообще против химии на своем участке пускай их используют на колхозный там глаза не видят душа не болит есть такой метод как отвлекающие посадки что у меня получилось и чем я хочу поделиться и в чем как бы различие того что описано в литературе и что получилось у меня смотрим картошечку она красивая и чистая абсолютно без химии зацвела ровненько здоровая нормальная картошка и что я хотел бы сказать в прошлом году я довольно плохо убрал картофель осталось много картошки в земле и в этом году посадил огурцы и в этих же огурцах за слай картошка и так смотрим вот видите огурчики были под понбондом я с понбондом снял смотрим дальше вот огурчики где-то недели две три назад и вот сейчас мы увидим нашу картошку которая здесь осталась вот видим на буквально голая просто так получилось что я уже жуков с нее стрес с этой картошки когда я открыл спонбонд я думал что здесь не картошка ягодник какой-то все было буквально красная рядом вот такая вот картошка чисто чисто это получился как бы метод отвлекающих посадок когда картофель находится под спонбондом его зеленая масса очень нежная очень мягкая и туда жуки как будто сползли со всего огорода сколько я не искал рядом жуков не было абсолютно то есть возможно данная информация кажется кому-то полезной интересной но помните что я абсолютный противник яда химикатов на своем участке на своем огороде я даже жуков никогда не травлю вот в моих видео раньше я показывал как это сделать вот в этом видео простой ручной метод борьбы с колорадским жуком я просто банально показываю каким образом собирать жуков с помощью ведерка и банного веника что с ним сделать потом с этим жуком заварить и кинуть компостную кучу что было более насыщенный компост а это видео показывает когда можно копать картофель то есть зависимость от того вы будете использовать его сразу или подождать когда его уже нужно будет хранить вот и все что сегодня я хотел бы до вас донести по получается вот эти отвлекающие посадки у меня получились чисто спонтанно чисто случайно спасибо за внимание буду рад услышать ваше мнение возможно у вас какие-то похожие опыты получались а также подписывайтесь ставьте лайки если услышать услышали что-то интересное если отрицательно значит пальчик вниз до следующей встречи до свидания спасибо что дослушали до конца удачи вам здоровья все самого лучшего